Доброе утро! Сонечка! Ага! Как ты спала, малюк? Расскажи, скажи маме, что тебе снилось? А? Что тебе снилось? Мне, мам, снился мой любимый загон, как туда привалило много игрушек, и я играла, да? Мой маленький курс! Мама, да, мама! А это мамина цепочка! Ай! Мама! Доброе утро, Кира! Куда пошла? Мне там сказали отдать тебя, за то, что ты попу вытерла. Сказали отдать, избавиться. Соня, лежи. Кирочка, какие злые люди, да? Опа, сейчас получишь пяткой от Сони. Это для любителей собачек снимаем для вас. Мою зайка. Не бойся, мама тебе не отдаст и будет дальше целовать. Кир, ну что, вставать будем? Соня, что скажешь, будем вставать? Только все, я давно проснулась. Кира в шоке с нашего режима. Но Шакира спит до 12. Ребятки, у нас такое солнышко. М-м-м. М-м-м. В интербруце кроме минтайки. Минтая. Смотрите. Видно? Как показать там? В общем, дракончик заплела. Сейчас пойду через час к врачу, к ветеринару. Я думаю, что все будет хорошо. Почистим анальные железы. Я, кстати, могу спокойно говорить на такие темы и кушать. Когда ты работаешь в хирургии, вообще не без проблем. Я же думаю, от глистов дадут и почистят. И все будет окей. Сонечка сегодня так много спит. Проснула 7 утра. Потом вырубилась часов в 10, что ли. Проспала до 12. Проснулась. И через полтора часа она там у себя игралась. Я пока что-то тут ходила, убиралась. Смотрю видео няню. Она опять спит. И проспала еще час. Я думаю, пойду в душ. Пока она спала. Приняла душ. Сушу волосы. Проснулась. Перевернула. Сделала игрушку. Лежит, играет. Вообще. Иногда мне кажется, что вот не будет меня весь день дома. Она даже не заметит. Если бы она еще могла сама добывать еду. Вот, кстати, вытащила я сук. Высохли они. Форму не потеряли. Не провонялись. Все отлично. Вот эти, видите, они какие. Но это не сейчас из-за того, что я постирала. Они уже такие давно. Поэтому. Но все же я не советую стирать. Блин, только знаете, что? Мне кажется, они какие-то жестковатые. Сейчас я их поразминаю. И нормально будет. Сейчас поднималась забрать посылку. Совсем задали. Видим, когда я была в душе. Принесли. Поднялась. Не написано нигде такой фамилии. Спустилась. Позвонила. Звонок открыл. И опять поднялась. Дверь на распашку. Собака его выбежала меня встречать. Поднимаюсь. Дверь раскрыта. Никого нет. Я посмотрела квартирку. Там моя двухэтажная. Лестница наверх. Встаю, встаю. Такая. Халло. Он такой уходит. И на меня так смотрит. Я говорю, у вас моя посылка. О, говорит, точно. Говорит, я думала, это моя сестра. Я говорю, могу быть вашей сестрой. Посылочка для Сони. Успеем мы сейчас открыть? Ну да, 10 минут еще. Хотя, блин. Ну да, быстренько можем успеем. Быстренько раскроем. И просто интересно. А потом я выхожу к врачу. И уже потом буду смотреть конкретно. Капец, запаковали. Посмотрите, как будто с России пришла. Ну, кстати, с русского сайта. Мне одна подписчица скинула. Говорит, смотри, там это есть. Такой же телефон, как ты с вами взяла. Только песни на русском. Я зашла, сразу заказала. Только это, не только, а побольше всего. Планшет, типа, с 30 животными. 20 вопросов и заданий. Ну, короче, чтоб на русском, знаете, что-то было. Интересно, с батарейками. Да. Окей, короче, ну, может быть, это еще рановато. Я вот этот телефончик просто заказывала. Ну, думаю, блин, ну что... А, и вот только Нина. Думаю, раз уж я тут, на этом сайте, надо заказать побольше. Вот. Так. Телефончик. Алло, алло. Это не выдвигается? Зеленый рыб. Легу я напила в своем корабле. Чунга-чанга. Это круглый кот. Чунга-чанга. Чудо-хосов, что-то, жить на нем легко и просто жить на нем легко. Какой красный чунга-чанга. Ну? Все? И тебе, и ему. Следующая. Так, за временем надо следить. Блин, по идее, мне уже надо идти. Так, вот такая вот... Тихо. Вот такая вот штучка. Это тоже на попозже. Посмотрите, какая классная, деревянная. И здесь лесные звери. Я хотела там с кошками взять, там много разных таких. Но с кошками не было. И вот было с разными зверями. Надо будет потом еще взять. Типа пазл. Такой вот такой вот оригинальный, да? Понравилось мне. И разбирается, собирается с разными зверюшками. Дальше. Дальше. Такой вот кубик. Коже, деревянный. Томик. Смотрите, какой прикольный. Тоже это на попозже. И здесь разные фигурки. Да, это на гораздо попозже. Так. Вставлять их здесь. И само еще надо сообразить. Вот. Вот. Пизик. Пизик. Ой. Вот это позорище. Так, ладно. У меня нет времени, слышишь? Отлично. Прикольный. Мне нравится. Все очень быстро покажет. Батарейка еще к тому же садится. Ёшкин кот. Ну, как не кстати. И мини-пианино. Мини-пианино. А где, я думала, тут музыка будет разная, не просто играть? Ту. Ту. Вот букварик. А я думала, тут мелодии толстные битрасные. Нажимай на клавишу, слушай песенки. Ну, как? Начинается река. Ага. Ага. Начинается река. Мини-пианино. Те-е-е-е. Мини-пианино. Мини-пианино. этой коляске я таки нашла. Вот даже по такой дороге она плохо идёт, потому что колёса маленькие. И Кира плохо идёт, потому что ей холодно. Кирочка села. Вот. Но у нас, в принципе, такой зимы не бывает. Поэтому мне как бы это не было так супер важно, чтобы она была снегопроходима. Вот такие вот везде лежат сугробики, поэтому гулять... Ну, я же не буду идти только по этой дороге. Мне же надо... Она же когда-то кончается. Мне надо всё время переходить. И вот по таким вот это просто нереально. Здесь вообще коляска застрянет. Ну, вот едем. Не думала, что Кира там будет сидеть, но она так себе сидит, конечно. Не, ребят, если у вас часто снег, то эта коляска точно не подходит, потому что видите, как она идёт. Я... Мне приходится прикладывать усилия, и это вообще некомфортно. То есть, ну, как бы гулять с такими колёсиками нет. Ну, я думаю, это и так понятно, но просто мало ли вдруг кто-то надумывает. это для такой погоды хорошей, или где нет зимы... Ой, Кирочка, аккуратненько. Где нету такой зимы, да, то там сойдёт... Вот. Нервничает. Ну что, ребят, вышли мы от ВРОСЯ. Кирочку всегда хвалят все врачи. Говорят, что она собака для подражания. Ну, хоть кого-то в семье хвалят. Пошли. Она даже не пискнет. Она боится, у неё всегда поднимается температура, но она даже не пискнет. Стоит, замерла, и всё. И с ней можно делать, что хочешь. Она всё терпит. Такая умничка. Подстригли заодно ногти ей, когти. Выписали пробиотики, и когда их пропью, пособирать три дня калл и сдать на анализ. И потом, через недельку где-то, дать таблетку от листов. Вот. И если с этим будет всё в порядке, то нет смысла, она говорит, пока ничего больше не проверять, потому что если, типа, у неё всё остальное хорошо, и нормализуется её стул, и она при этом хорошо кушает, не худеет, радостная, то всё окей. Единственное, что она проверяла, сказала, что это сердце она послушала, говорит, надо бы УЗИ сделать, и дали мне на УЗИ термин. Вот, заплатила я сейчас 55 евро, думала, будет больше, а вот УЗИ уже будет стоить где-то 120-140, вот так вот. Ну, ладно. Надеюсь, всё будет хорошо. Соня, смотри, какое пианино. Иди, смотри. Класс. Идём, идём играть. Улечка. С пианино мы играем вот так. Так смешно было, у меня батарейка села, как она его изучала, прям, прям почти села за пианино. Я хочу сейчас пару игрушечек убрать, потому что что-то тут ей даже ползать негде уже, тут всё раскидано, всё кидается, кидается. вот, уберу часть и это самое. Оставлю парочку. Да, Соня? А то у тебя, это, глаза разбегаются. Кирочка, ты такая умничка. Так. Так, давай, что убираем? Этот оставим. зайчик, мишка, корочка, всё уходит. Всё, Соня? Микки Маусом будешь играть? Оставь, скажи, мам, это мои игрушки. Всё, хватит. Вот смотри, пульт, телефон точнее. Ты видела, какой телефон у тебя? Конечно, видела. Конечно. Ну, честно говоря, телефон мне не очень понравился, потому что он очень мигает. Видите? И вот что ни нажми, он прям так мигает, и когда у глаз, ну, это как-то, мне кажется, очень ярко, можно с ума сойти. А тебе, Соня, понравилось? Дай свою оценку. Дай свою оценку, Соня. Алё, 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 погри с бабулей. Алё, алё. Скажи, мам, я знаю, что ты игрушечный. Ты кому звонишь? Кому там звонишь? Скажи, в службу спасения. Ха-ха-ха-ха. Лапочка. Бабулю будем ждать с дедом? Или спать будешь? Ты мой ангел. Они по тебе скучали. Очень скучали. Вот когда есть камера, ей ничего не интересно. Без камеры играет. Только я включаю камеру, всё. Камера. Камера или телефон. Всё. Игрушки не нужны. Ой, Тюмбой. Мы за Балюшкой. Давай, давай. Куда летим? Я думаю, ей уже открывать канал, и пусть сама снимает, сама монтирует. А, Соня, как ты на это смотришь? Я думаю, с монтажем ты тоже быстро разберёшься. или у тебя будет однокадровое видео без монтажа, вот, реал-лайв, всё как есть. Будет называться «Мой быт» в шесть месяцев. «Мой быт» «Мой быт» «Мой быт» особенно, особенно, она это любит делать в кровати, когда проснётся или когда надо спать. Вчера её кормила, она отрубилась, переложила её на кроватку, она проснулась и давай туда-сюда, вот так стоит, раскачивалась и раскачивалась пятьдесят минут, вот просто. Я думаю, что, ты же уже спала, вот так встала и вот так. Скажи, мам, ты что, ябед не чуешь? Ай-яй-яй, скажи. Ябед да корябь. Смотри, Соня, ты будешь великий музыкант у меня. Будешь? Это присверлите к полу пианино, чтобы ты его не переворачивала. Опа! Скажи, больно надо. И больше вот этот Мишка интересен. Вот этот. Молодец, играла! Детские собираем на скорость. Почему на скорость-то? Папа, ты кубик? А, я видел, смотри, какая меня. Чего? Это я просто пока положила. Просто понятно, что на дереве. Этот под ёлочкой. И где-нибудь вот здесь, наверное, внизу. Берлоги. Белка. А, покажи. Кошка вроде. Ну, это какая-нибудь лиса, не лиса. Ну, что-то вроде, да. Ласка. Ну, в общем, вот лиса. Да. Белка. Белка должна тоже где-нибудь на берегу надо сидеть. Нет, есть ушки где-нибудь маленькие? Да, там у нас ещё есть заяц. А что-то здесь как-то узко. Ты уже западаешь. Тин аур слейтер. Прошло десять часов. Десять часов? Хватит, мозги крутить мне тут. Мам, уже святая. Так, кто-то ещё есть заячек. Девина, ты сказала, она будет на чудес крупных. Я ничего не нажимала. У них тут дырки между ними должны оставаться? Да, но не прям так плотно. Ну, тогда ладно. Потому что в пазлах-то обычно они всё прям... Так, ну, может, ноги... У нее собирала, она не знала. Дырки должны оставаться не должны. Да, я сама. А сейчас есть пара. Конечно, вам легче теперь. И по логике, допустим, этот должен быть внизу же вроде как. Вот нету логики. Ну, тогда, да, тогда не очень. Нету логики. Все у них все прочее. Та-дан! Вот это все последнюю собираем. Класс! Надо ещё такие заказать, да? Там много прикольных. Затестим! Так, кто здесь будет спать? Папа или ты? Сперёмся. Папа, наверное. Кто будет тестить? Тяжёлый, капец. Мой тот был такой лёгкий. Я его спокойно поднимала вот так сама. И всё. Этот вообще неподъёмный. Посмотрим. Называется по тесту лучший матрас в Германии. Вот так вот моя прическа выглядит к концу дня. Ой, я так хочу спать, потому что я сегодня днём не спала. Распаковали матрас, он реально такой тяжёлый. Тот у меня был с Икеи. И я его спокойно вот так одна поднимала. Этот невозможно неподъёмный. Мне его посоветовала подруга. Сказала, что он вроде считается классным, при этом очень недорогим. Вот. Мне пошёлся он около 300 евро на скидке. Да? 15% скидка. Ну вот. 140 на 200. То есть цена вообще отличная. Посмотрим, как спится. Всё, буду на этом заканчивать влог. Завтра будем подшивать шторы. Мама всё-таки будет. Я просто не хотела нагружать том, что у неё палец после операции был. Ну, вроде уже всё зажило, всё прошло. И мне, правда, одна подписчица написала, что она мне может это сделать. И я хотела привезти на той неделе, но выпал снег такой, что я никуда не выезжала. И прошла неделя, и в итоге мама сказала, что она мне сделает. Поэтому наконец-то будут шторы. Всё, на этом заканчиваю влог. Пока. пока.